youtube-канал горишь у тебя чё притихает и сесть вот чем и надо было сегодня мы находимся в твери и сегодня я таксую проект под названием armadine а в простонародье лёха лёха здорово проект она обязательно говорить с американским акцентом у тебя аудитория за рубежом я за первое интервью которая снимаю появилось солнце так что мы на таком позитив сики несмотря на то что мы едем искать гречку посмотрим найдем или найдем ладно тем не менее мысли все вокруг музыки и поэтому лег тебе первый вопрос как ты пришел к музыке все начался твой путь где-то году в девяносто девятом когда мне было 16 я влюбился в диджейскую жизнь так скажем мне все это очень привлекало наверное в 2003 или четвертом я уже был действующий диджей резидент в некоторых заведениях и мне пришло осознание того что музыкальный путь человека за пультом он всегда ограничен материалом чтобы как-то выгодно отличаться от своих коллег мне казалось тогда что нужно просто делать свою музыку и тогда в моем плейлисте будет материал которого нету моих там каких-то там соседи по пульту это оказалось вовсе не так просто я думал и ну если не вдаваться вот в эти в исторические подробности моего музыкального поиска то в итоге в течение где-то почти 4 5 лет я усиленно пытался осознать себя именно в саунде я в отличие от многих вообще не застал никакой dance и джей потому что ну и джей студия да когда все собирается из готовых сэмплов вот эти детские программы я их видел я их трогал но я сразу для себя определил что это совершенно не то с чем можно работать и мне тогда на глаза попался секвенсор от старой немецкой компании которые уже не существует вообще орион называется орион орион да и это какие года были это 2006 2005 ну где-то там на границе то есть logic уже был logic уже был fruity loops уже был и и был там зачатки уже тоже был но вот то что мне попалось на глаза тогда тем я и стал пользоваться потому что интернет тогда был не настолько распространен и выкачивание какого-либо софта было чем-то вообще совершенно заоблачным все покупалось на дисках да 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 и именно вот диск на котором был орион каким-то образом попал мне в руки с сборник это был сборник да и чем меня зацепил орион тем что у него были сохраненные предсохраненные темплейты в которых уже были практически готовые треки один из моих первых треков которых я потом в 2008 году издал это был фактически переработанный по ритму и немножечко по партитуре стоковый трек из ориона может конечно кто-то об этом знает на текущий момент но никто меня за это тогда не поймал не поймал за руку типа чувак это же стоковый трек из ориона в 2008 году у меня уже вышел первый альбом на лейбле radio record я тогда думал что я состоявшийся знаешь такой продюсер radio record это но штаб-квартира в питере и у них был на тот момент свой лейбл действующий еще который на физических носителях издавал артистов в 2007 где-то я получил первые фидбэки на свои демки я точечно их отсылал потому что это drum and bass тогда во главе танцпола мирового господи российского стоял кости гвоздь коля топпер кости 0 7 феди бумер вот тогда они рулили все этой сферой я отсылал все это точечно и получил фидбэки от гвоздя топера постепенно их коррекция моего материала привела нас к релизу на рекорде это был целый альбом я тогда еще попал в удачную струю под названием русский drum and bass это был прям феномен такой знаешь когда у тебя русский вокал на таких притрансованных падах и все это на drum and bass ритме это было ну довольно таки интересный эксперимент и русский drum and bass по сути это феномен исключительно российского музыкального рынка тех годов я попал в эту струю и у меня был хиточек или даже 2 хиточка которые фактически сделали имя моему вот персонажу под которым я действовал и все это было здорово до тех пор пока я не осознал что я умею и люблю писать разную музыку абсолютно разных стилей я никогда не упирался не фокусировался в качестве своих пристрастий на каком-то одном стиле но так как я заработал себе имя уже в драм-н-бэй сфере я делал тут серию вечеринок они были довольно успешны у нас локально перевозил огромное количество иностранцев то есть тверь это типа ну хоть и районный центр на город условно не миллионник у нас тут полмиллиона человек живет да ну то есть ты делал в своем hometown и грубо говоря вечеринки да но они и ты был промоутер я был промоутером и резидентом этого проекта ну классика как бы для любого чувака который занимается музыкой он пытается спозиционировать себя на локальную аудиторию как минимум плюс инвайты которые я осуществлял на тот момент они были очень крутые и когда ты фактически заявляешь у себя на вечеринке в твери внимание какого-нибудь афродайта или спора и и дизель боя или панацею это выглядит со стороны как прям волк события да это прям события с огромной буквы с ну и тогда деньги были другие рубль был другой где-то в течение трех четырех лет мы делали эти тусовки я обзавелся огромным количеством знакомств мы до сих пор брать у нее там и с джоном би с тем же гевином афродайт и с матисом панацея мы все на шнурке переписываемся но они как бы остались в drum and bass индустрии а я в 2000 где-то девятом году осознал что тренд drum and bass на тот момент мне вообще перестал нравиться это был какой-то знаешь big room на ломаную бочку мне вообще это не зашло я не принял этот стиль и начал пробовать себя в других стилях я всегда был меломаном любил любил огромное количество разной музыки я начал писать транс я начал писать house я начал писать синтепоп ретро вейв там много-много стилей перепробовал проблема в том что я все это издавал ну или как-то публиковал под тем же самым именем и это продолжалось довольно долго у меня были реально стреляющие треки у меня есть под именем алекс рейв миллионники на spotify но в стилях которые к drum and bass никакого отношения не имеют а что это было это них диска это синтепоп это транс у меня есть например релиза на ministry of sound у меня есть релиза на black hole были очень крутые суппорты там начиная от пола ван дайка заканчивая армином вам бюрном но я не закреплял этот успех я видел плоды своих трудов и переключался на другой стиль музыки под тем же самым именем и вот это вот волатильность хорошее слово мне очень нравится она фактически сыграла злую шутку с моим mus personality потому что я размазал свою аудиторию тонким тонким слоем по такому довольно широкому стилистическому диапазону и были люди которые ждали от меня дальше транс треков были люди которые ждали от меня ретро вейв синтепоп треков были люди которые хотели слышать меня дальше в drum and bass и а я не давал им этого и два года назад ко мне пришло осознание что я зафейлил свою карьеру просто нахер не хочется просто взять и весь этот опыт скомкать и выкинуть и мне пришла идея рестарта карьеры ну как идея как пришла ну у нас есть тусовка это going deeper тимур шафиев и жени воронов бьер в рамках этой тусовочки мы часто общаемся ну как на жизненные темы так и на музыкальные ко мне тимур приезжал мы слушали там мои новые демки он показывал свои новые демки и он мне говорит лег ты дурак потому что ты расфокусирован попробуй сфокусироваться и начать жизнь вот вообще с чистого листа попробуй вообще выкинуть из своей жизни абсолютно все что было до текущего момента и выработай новой персоналити выбери себе какой-то стиль и делай в этом стиле хорошую музыку потому что ты умеешь делать sound но на тот момент конечно столько опыта за плечами я уже понимал как это работает хотя сейчас я понимаю что даже два года назад я писал полное говно но это знаешь эту историю каждый новый год изменяет твой взгляд на sound и тебе стыдно слушать треки годичной давности хотя все говорят господи да это же великолепно такое такое ну давай скажем что просто у каждого пути есть свое начало да и несомненно и нет предела совершенства тоже надо понимать в общем и надо понимать что еще у меня это наложилось на свой внутренний кризис потому что вот это вот имя старого музыкального персонажа оно такое теплое такое уютное уже для тебя самого ассоциативное сложно взять вычеркнуть просто вычеркнуть насовсем это был выход из зоны комфорта несомненно новые социальные сети абсолютно пустые никакого бэкграунда то есть абсолютно абсолютный ноль короче говоря вот ты пришел так армадайна да а почему армада армадайн да нет особой причины ну ты имеешь ввиду почему ни хрена это вообще не значит это есть фильм называется элизиум про не на земле да и там корпорация которая производит технологии машины роботов и так далее которые позволяют элите мировой жить на орбите называлась армада армадайн роботикс да ладно да слушай этого ни разу не видел ну этого и не видно на самом деле это написано один раз в фильме там на заборе там условно говоря так что вот мне понравилось как-то гармонично для меня звучало я еще конечно же я руководствовался отсутствием тесок на музыкальной сфере потому что это важно когда много много одинаковых имен это тоже ну отвлекает от фокуса я подошел максимально стратегически к процессу я проанализировал все свои прошлые ошибки я понял что я делал не так где я не акцентировал внимание аудитории на своем персонажей могу похвастаться что сейчас я все делаю правильно хотя через год вероятно я буду держаться за голову и говорить господи алёша что ты наделал вообще не исключено твоя музыка и проект армада целом как-то опишешь музыку по этого проекта вот из последнего что я знаю у нас был с тобой совместный коллаб это было что-то наподобие бейс-хауса до смысле это был хиточек чувак это был хиточек стилистически это был что-то типа бейс-хауса и так ты очень аккуратен ну какой-нибудь там бейс какой-нибудь там хаус да я знаю твой окр личный на эту тему мне известно дальше у тебя только что вышел релиз бьером дам и он вышел на мюзикл фридом ну и это я не сказал вообще чтобы из хаус конечно для меня sound немного хаусовый немного но не это вообще попсовый хаус самый который только можете признать так вот как ты в целом опишешь музыку проект армада и ну сначала сначала мне казалось ну и до сих пор временами мне так кажется что я беру именно по энергетике атмосфере за референс классический sound югей гаража но только в его более современном виде по из хаус по сути это есть реинкарнация югей гараж там периода с конца 90-х по середину двухтысячных годов всегда нравился этот вайп он очень ритмичный свинговый и если даже у тебя в качестве структуры трека происходит какая-то конкретная прям жевачка не разбавленная практически ничем кроме там условных каких-то голосовых чопов она все равно очень динамичная за счет огромного количества текстур именно в ритм-секции мне всегда это привлекало я заметил тенденцию чтобы из хаус на тот момент когда вот у меня происходил рестарт карьеры конечно же у меня были какие-то ролевые модели это был джой райт это был джаус это был хабстракт ключевые моменты да наверное когда моменты какого-то сознание какого там переключения но я подразумеваю референсы именно в качестве mus personality то есть я смотрел на джой райда чувак тоже действовал под одним музыкальным персонажем тоже там все хуям проебал и решил в 40 лет переобуться и сказать я теперь буду совершенно другой и стал прям совершенно другим ну то есть пацан сказал пацан сделал то как он подходил к саунду вот в те моменты когда я вслушивался в его звук я понял что он как раз оставляет вот этот вот группе и гаража но он привносит туда современные синты современное звучание современные приемы музыкальные меня это очень зацепило стилистические границы для меня расширялись новые артисты в мою жизнь приходили новые референсы конечно же приходили и я хотел бы сказать сейчас что я бейс-хаус артист но на прошлой неделе меня отыграл шоу-кейс с мартин гарикс какой нахуй бейс-хаус артист чувак все мне кажется сейчас конечно жанры смешались я вот на одном из последних стримов тоже это говорил то есть ну наверное не надо привязываться к жанру какому-то да слушай отсюда следующий вопрос считаешь ли ты что у музыки вообще у любой музыки вне жанра или в жанре там неважно должен присутствовать какой-то месседж должна ли музыка чего-то нести если да то какой месседж в твоей музыке вот как ты это видишь на философию мезда разводишь это трудный вопрос на самом деле музыка для меня на текущий момент танцевальная именно музыка она несет в себе основную функцию развлекать людей чтобы они танцевали чтобы они танцевали да и я настолько много усложнял свою музыку в моей жизни что сейчас я как раз наоборот работаю над тем чтобы максимально ее упростить я очень долго пытался отучить себя от вот этой вот музыкальности в своем музыкальном продакшене потому что мне нужно было выработать конкретный вайп чтобы мой трек в течение там полутора-двух минут в сете какого-то артиста принес вот эту энергетику который я в него закладываю и был сведен то есть вот тот момент когда ты перед дропом задерживаешь ручку на фейдере короче когда ты делаешь вот вот эту свою фишку с рейвеном фактически это мечта любого продюсера получить возможность посадить огромный танцпол на пол перед дропом и что у тебя в районе есть месседж но танцевальный месседж это тип от не давайте подумаем о том как у нас наши клешни умывает берег океана под зак под закат солнца правильно те надо чтобы человек подпрыгнул и прыгал так как последний раз жизни именно на этом дропе даже не месяца там есть позыв поработать с толпой который стоит перед тобой но это на самом деле не новая идея я не знаю кто один из первых наверно queen до были которые захотели придумать такой трек чтобы поработать с толпой вывал раке довол раке на не придумали а у меня получился ну как бы просто так получилось но закладывал закладывал ли ты в момент написания нет вот эту фишку вообще когда ты первый раз посадил людей на танцпол ну-ка ну-ка давай дай мне интервью чего в 2009 расскажи то есть это было 2009 на самом деле посадил 1 не я первые посадили по моему крукерс а те насмотрелись это у слепнота слепнот первыми насколько я знаю слепнота до 8 но начал сажать людей на танцполе первыми но это где-то в тех годах может быть 2006-2007 подожди подожди они же панки под свою музыку под какой-то из треков и в 2009 году первый раз народ насколько я знаю сам сел под исполнение крукерсов это было дело в голландии и в общем бы оттуда пошла это как бы традиция и все сажаемся до сих пор первый раз когда я услышал равен я вообще не знал что ты из россии даже хотя это сейчас тоже пишут типа чувак ты чё из россии у меня даже персональные мемасики есть в яндекс если забиваешь запрос армадайн то там где-то в четвертых или в пятых в поиске полосе написано армадайн русский ну типа кто-то пытается вычислить этот момент первый раз когда услышал рэйван я не понимал почему у тебя такой долгий breakdown почему потом я подумал что это специально сделано для вот нарастания напряжения потому что ну ты типа ты так решил изначально что я буду производить некий performance прямо во время трека к сожалению по моим наблюдениям складывается так что все таки какие-то глобальные треки написаны именно как то вот так же как равен ты хочешь это дело все просто упростить и сделать доступным правильно я не хочу обременять в своей музыке человека размышлениями о великом вечном и насущным я хочу чтобы человек использовал мою музыку максимально для того чтобы воплощать в выбрасывать энергию на танцполе ну или какую-то свою внутреннюю энергию для прослушивания во время прослушивания этого трека и армадайн стремится к тому чтобы от максимально простого саунда и максимально понятных творческих ходов в музыке у человека были мурашки но чтоб он не думал о вечном высоком или о своем наследии в этом мире ничего такого у тебя большая музыкальная карьера и она продолжается и у тебя большой опыт скопился уже пару советов начинающим продюсер музыкантам куда смотреть что делать куда бежать ну вообще любые советы которые ты можешь туда но ты же понимаешь что это все будет субъективным и с точки зрения именно своего конечно это и надо опять же повторюсь о необходимости фокуса моби или проводит же или chemical brothers могут позволить себе писать разную музыку или дипло вот вот этот чувак который смотрит сейчас наш интервью в той стадии в которой он находится на текущий момент наверное не может позволить себе делать широкий стилистический разброс разброс своих работ потому что это расфокусирует его аудиторию а его задача прежде всего выработать о себе конкретно сложившееся мнение у своих фанатов чтобы они приблизительно ожидали от него в следующих релизах того же за что они полюбили его на текущий момент это очень важный момент потому что то есть иметь свою фишку свою фишку и причем не только в саунде но и стилистически или в энергетике это работает не только в качестве крючка для своей аудитории это работает также и для промоутеров организаторов фестивалей потому что когда они хотят написать в афише имя armadine или прокси они понимают какой ему выдать слот в какое время на какой сцене потому что у них есть четкое представление о том что он делает если вы будете ну такими дохуя разноплановыми мульти стильными музыкантами сразу сразу же я и так могу и так могу это хорошо вас характеризует с музыкальной точки зрения но это контр продуктивно контр продуктивно для вас как для музыкального персонажа однако нужно сделать ремарку что кстати широкий стилистический диапазон именно в рамках поглощения музыки когда ты много разной музыки слушаешь и любишь это очень помогает привнести что-то новое либо попробовать привнести что-то новое в свою музыку это очень круто иногда ты можешь посмотреть как в каком-нибудь старом рок-н-ролле художественный прием который у тебя получится воплотить в жизнь в современном виде так что все просто хуеет но это навык навык который приходит со временем дальше я стремился бы наверное хотя бы примерно проработать свой музыкальный образ потому что в текущий момент к сожалению музыка играет не ключевую роль в жизни артиста жизни артиста огромную роль играет то как он выглядит в глазах наверно глазах аудитории о том какой он социальных сетях что он говорит как он себя позиционирует как он выглядит вот какой его имидж как музыкального персонажа ты думаешь я постоянно хожу в голубой куртки в очках думаю да правильно потому что сегодня я армада и тем не менее должна быть какая-то фишка которая будет ассоциативно для аудитории и эта ассоциация будет ну напрямую связано с артистом вот у тебя например лога построена по сути на том как ты сейчас выглядишь челка очки ну да и это это прямо бренд это превратилось в узнаваемый бренд и не нужно подписывать прокси чтобы понять о ком идет речь это очень круто вот к этому нужно стремиться ну конечно же качество музыкального материала без этого никуда и учитывая доступность технологии на текущий момент учитывая доступность информации на текущий момент и избалованность слушателя вот качественным саундом на мировой сцене российской в том числе у нас уже в подавляющее большинство российских музыкантов реально делают крутой саунд уже нету вот это вот сделать что-то что просто было да ну да 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 вот помнишь там я не знаю 10 лет назад 2008 2009 год ты мог на слух не читая тег трека понять что это написал русский чувак много это это прям вот была вот эта пластмассовость мы прямо жили этой пластмассовостью я помню первый кто в моем ну в моей системе ценности это переборол это был артем столяров арти первым я помню услышал его ремикс на дизитал панк и такой что это за чувак выяснилось что это чувак который живет в саратове в ангельсе и он тогда фактически заставил меня уверовать в российскую музыкальную сцену может быть он был не первым может быть просто мне так вот попалась совпало но я тогда сказал о чувак который написал трек со звуком не отличающимся а где-то даже превосходящим европейский или американский саунд это очень круто а сейчас это уже норма сейчас либо появился у музыкантов какой-то внутренний ценз либо произошел акт естественного отбора давай подытожим как ты это вот чтобы это можно было сказать тремя словами пятью словами фокусировка на стиле аккуратное отношение к своему музыкальному персоналити начиная от внешнего вида и заканчивая позиционируем себя позиционированием себя в соцсетях и качественный саунд в рамках того стиля который для себя определил именно качественно чтобы это не было афиши сделаны в ворд-арте согласен ничего круто с вами были прокси армадайн подписываемся на канал ставим лайки включаем колокольчик в общем все сами знаете модно говорить бьем в колокольчик бьем в колокольчик а как как в в в в в Продолжение следует...